Ага, а по паузам, по перерывам, там как, я работаю в перерыве? Да ладно, нон-стоп, работаю, окей, хорошо. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта, уважаемые любители полейбола. Добро пожаловать на волейбольную арену Динаморти уже через несколько мгновений. Стартует финал шести нынешнего сезона, радостно, невероятно, всех видимо. Меня зовут Олег Мугачев, я ведущий форта команд России по волейболу. И вместе с вами, дамы и господа, с огромным удовольствием. Проведуете одиннадцать игрок. Ну и для начала, дамы и господа, я хочу, чтобы мы еще раз все вместе, и друженька, поприветствовали команды, которые будут начинать финал шести нынешнего сезона. И прямо сейчас, дорогие друзья, я попрошу ваших аплодисментов для волейбольного клуба «Зенит Казань». Город Казань. Давай, ребятки, давай. Молодцы. Но мы прямо сейчас, друзья, ваши аплодисменты для волейбольного клуба «Локомотив Казань». Большое супер! Большое супер! Привет сейчас, конечно, тем, кто болеет за волейбольный клуб «Локомотив» «Новосибирь». Привет, ребята! Большой привет тем, кто болеет за волейбольный клуб «Зенит Казань». Город Казань, да я понимаю, вот вы наверху сидите, давайте тоже своей команде, разумеется, окажите должную поддержку. Так что, друзья, за часа полутодки будем наслаждаться большим праздником. И уже буквально через несколько минут «Зенит Казань» и «Локомотив» начнут финал шести нынешнего сезона. Любим бэкбол, друзья! Все же обещают быть очень и очень непредсказуемым. Ну а сейчас гимн Российской Федерации предстоит. Давайте послушаем. Финал шести на площадке команды «Локомотив» город Новосибирск, «Зенит Казань» город Казань. «Локомотив» город Новосибирск, «Локомотив» город Новосибирск. «Локомотив» город Новосибирск, «Зенит Казань» город Новосибирск, «Локомотив» город Новосибирск. Ну что ж, друзья, все готово к началу встречи. Николай Книжников, главный арбитр матча на вышке. И также его помощник Евгений Макшанов. Они сегодня будут ответственны за решение, за принятые решения. Ну и, конечно же, к составам команд давайте перейду. Нам сейчас показали главных тренеров. Владимир Олег на ух. Казанской команды, у Новосибирской, соответственно, пламен Константинов. Ну и составы заявки коллектива все готовы к игре. Все, кто изначально был в заявке на этот турнир, все сегодня в строю у одной и другой команды. Итак, «Зенит Казань». Общую заявку я вам назову. Второй номер Федор Воронков. Доигровщик. Третий Андрей Сурмачевский. Доигровщик. Четвертый Артем Вольвич. Центральный блокирующий. Седьмой Лоран Олегна. Связующий. Седьмой Александр Волков. Блокирующий. Девятый Эрвин Гапетт. Доигровщик. Десятый Барташ Бетнош. Доигровщик. Одиннадцатый Валентин Кротков. Либера. Двенадцатый Александр Будько. Связующий и капитан команды. Тринадцатый Алексей Кононов. Блокирующий. Пятнадцатый Денис Зимчонок. Диагональный. Шестнадцатый Артем Смолер. Блокирующий. Семнадцатый Валентин Голубев. Либера. Восемнадцатый Максим Михайлов. Диагональный. Это команда «Зенит Казань». Диагональный 16-й Дмитрий Лызик, блокирующий 18-й Алексей Родичев, доигровщик 20-й Илья Скуркаев, блокирующий 23-й Иван Комаров, доигровщик 27-й Семен Кребиченко Либера и 30-й Игорь Тисевич Связующий. Ну и если говорить о стартовых составах команд, то у казанской команды это Михайлов, Беднаш, Волков, Вольвич, Гапет, Будько. А у коллектива из Новосибирска это Щербинин, Луберич, Савин, Ивович, Абаев и Куркаев. Вот такие основные игроки в одной и другой команде соответственно. Ну и давайте смотреть и наслаждаться большим волейболом, который пришел в Москву и вообще во все российские города, которые наслаждаются мужской суперлигой. Первая подача локомотива и первое удачное действие Эрвина Нгапета. Открывает счет французский легионер, доигровщик, который после этого сезона покидает Зенит, равно как и Владимир Олегно тоже. Так что, конечно, помимо этих игроков в других командах тоже будут большие перестановки, уйдут лидеры у факела. Но вот локомотив постарается наоборот состав сохранить. У них есть достаточно симпатичные молодые игроки, которые как раз только-только начинают прогрессировать, поэтому делается ставка у локомотива на следующий сезон. Ну а продолжение наблюдаем ударных действий Нгапета. Пробивает по блоку так, что отлетает далеко-далеко и выходит Эрвин на подачу. Заряжен, судя по всему, и здорово удается сетку пробить. Но, впрочем, атака у локомотива не состоялась толком, но мяч на площадку соперника перевести удалось. А вот теперь против тройного блока Ингапет не зацепил. Ингапет не сумел достать Савин. Еще раз посмотрим. Сначала Савин просто перекинул на половину соперника. Ну а потом здесь здорово он пробивает по рукам Михайлова. Ну и Ингапет, видя все это, пытался зацепиться не вышло. Лоборич. Лоборич лучший в составе локомотива по эйсам. Настрелял 71 штуку. Феноменальный показатель. Ну и, конечно, ждем от него эйса в том числе и в сегодняшнем матче. А локомотив воспользовался подачей Дражина. Пускай это не был эйс, но, тем не менее, очко заработать удалось. И удалось повести в счете 3-2 в пользу новосибирской команды. Очень хорошая поддержка у локомотива. Приехал целый сектор. Но вот сейчас подача, увы, для лока в сетку. И поэтому счет становится 3-3. Не удается оформить Сирию ни одной, ни другой команде. Традиционный вольвический планер Ингапет не достает. И вот вновь, вроде бы, в атаке Эрвин здорово себя проявлял на первых розыгрышах. Но вот в защите такие мячи летят, что как ты рыбкой не прыгай, не зацепишь. И капитан локомотива выходит на подачу. Савин. Важно, конечно же, сейчас «Зениту» принять мяч. Ну и принимать даже ничего не пришлось, поскольку перелетает площадку. И в итоге это аут. Это аут. 4-4. По-прежнему у нас такие качели не идут. Максим Михайлов. Диагональный. Казанской команды будет подавать. И достаточно мощная в традиционном стиле Михайлова подача. Но удается мало того, что отработать здорово на приеме, так еще и дальше довести до хорошей атаки. И выпрыгивает Ивич так, что Либера Кротков не справляется. Теперь появляется Голупев. Но это достаточно понятная история, когда Либера постоянно тасуется в составе тренера. Михайлов. Не было еще в этой встрече атак у Максима. Но, понятное дело, тоже оружие грозное. Грозное оружие, которое должно работать. Максим Михайлов приносит важное очко. А это Барташ Беднаш. Барташ Беднаш, у которого в целом не слишком хороший получился сезон. Но эйс. Эйс поляка. Беднаш добивается успеха. И счет становится 6-5. Уже в пользу Зенит. Ну, понятное дело, понятное дело, пока рано брать тайм-аут. Рано что-то корректировать. Еще одна хорошая подача. Но здесь удается все же сняться. Команде из Новосибирска. Забивают они. И подавать будет Константин Абаев. Вот как раз-таки один из тех самых молодых и подающих надежды в составе новосибирской команды. Здесь пришлось Абаеву даже чуть ли не к выходу побежать за мячиком. Мячик он забрал. Но вот в игровом эпизоде не получилось справиться с выстрелом Михайлова. Ну и отлетел здесь от Кривиченко. От Либера новосибирской команды. Теперь подача Волкова. Вообще, конечно, подача грозная. Оружие у одной и другой команды. Мощные силовые эйсов достаточно хватает у одних и других. Но пока, пока, действительно, игра в обе стороны идет. Розыгрыш. Одна команда забирает, потом другая. И ни разу еще мы не видели отрыва. Ивович забивает. Два. Серба у Локомотива есть. Клуборич Ивович. Соответственно, француз-мегапет и поляк-бедноши попадает в сетку Будько. Не получилось у него совладать с подачей. И у Локомотива появляется Дмитрий Щербинин. 8-8 на счет равный. Подает Щербинин. Есть работа Либера. И дальше переправление от Михайлова. Но будет атака и у Локомотива. Савин заряжает. И Савин не попадает. Все же. Мяч не летит в площадку. Хотя, была неплохая беспрепятственная атака. Но вот здесь удалось мяч поднять, спасти. А дальше Савин мимо блока, но и мимо площадки. Как мы увидели, Нгапет вновь в своем стиле. Но удается забить Локомотиву. 9-9. Луборич отвечает. И Дражин подает. Лучший по очкам в составе новосибирцев. 457 у него в 27 матчах. Показатель более чем хороший. Но быстро Зинит снимается усилиями. Беднаша. Усилиями Барташа Беднаша. Еще одного. Легионера. И что любопытно, Барташ достаточно неплохо играет. С Локомотивом. Но об этом чуть позже поговорим. А пока подавал Вольвич. И работа блока. Работа организованного блока. Здорово. У сетки в краем. Здесь казанцы находились. И мяч перелетает на половину Локомотива. И вот уже плюс 2. Минимальное, но все же брейковое преимущество. Вольвич продолжает подавать. Вновь блок был поставлен. Но на сей раз двойной. Правда, удалось протиснуть мяч между игроков. Между игроками были Баристо Локом. Ну и Савин будет подавать. Сейчас, конечно, Локомотиву нужна хорошая подача. Чтобы вновь ситуацию выровнять. Заступ был. Ошибка при подаче капитана. О чем подоговариваются Волков и Бетнеш. Возможно, о комбинации, которую мы сейчас увидим. Но пока подает Михайлов. А дальше, возможно, будет как раз-таки блок. Подача Михайлова. И удается поднять. Дальше Михайлов прост наполовину соперника переводит. А здесь атака Савина уже забивает Савин. Хороший получился пайп. Подключение Савина по рукам Волкову. И дальше отлетает как надо Локом. Куркаев. И повезло. Сейчас Зениту вернулся Нгапет. И аккуратненько за пределы площадки мяч улетает. Хорошее настроение у Эрвина. Рад он тому, что поспособствовал набранному казанцами на очко. Бетнеш. Бетнеш будет подавать. И как раз обещал я поговорить про его подачу в том числе. Выиграть мяч сразу не удалось казанцам. Нгапет. И еще одна атака будет. А вот на сей раз Будькова приносит мяч. Зениту выигрывает важнейшее очко. И уже плюс три. Пламен Константинов не хочет взять тайм-аут. Берет. Берет в том числе, чтобы немножко подморозить Бетнеша. И будет ли слышно сейчас, что Пламен Константинов расскажет своей команде. Синий вид Казань, город Казань. Болевщики команды Лакоматиев Новосибирь. Но, к сожалению, к сожалению из-за того гула, который есть на стадионе, из-за криков поддержки и всего такого прочего, услышать речь тренера нет никакой возможности. Ну, возможно, у вас в эфире это лучше. Но, по крайней мере, по крайней мере, буду давать паузы именно на разговор тренера с командой. Отличная подача Бетнеша. И не попадает Локомотив в атаке. Еще продолжит поляк. Так вот, играли друг с другом в Суперкубке России. Тогда Зенит был сильнее и завоевал трофей. А Барташ Бетнеш был лучшим. В матче за Суперкубок набрал 27 очков и сделал 8 эйсов. Ну, и сейчас, как мы видим, на подаче Бетнеш очень хорош. Появился у Локомотива Родичев. Бетнеш ошибся. Все же попал в верхний трос. Мяч принимает сетка. Но все равно отрыв небольшой удалось поляку сделать. И, конечно, это очень важно. Очень важно. Плюс ко всему еще и тайм-аут. Один пламен Константинов уже использовал. Ну, а здесь работа первого темпа. И здоровая связочка Будько-Волков приносит результат Зениту. 16-12 уже в пользу Казанцев. И сам же Волков будет подавать. Подача Волкова в обязательном порядке. Нужно сниматься Локомотиву. Но сделать не удается. Блок работает у Зенита. Плюс ко всему. Еще раз смотрим. И отлетает, куда нужно было казаться. Волков продолжит подавать. Уже плюс 5. Потихоньку, полегоньку. Но преимущество стало расти. Впервые 11-9 был счет, когда в два мяча казанцы. Ух, еще Ингапет. Пушку включает колотушку. И поигрывает каличом. Пламин Константинов просто обязан реагировать на это. Конечно же, еще один тайм-аут болгарского наставника новосибирской команды. Иначе будет сложно. Локомотив. Ну, по большому счету, здесь и говорить ничего не надо. И даже некоторое время Пламин молча на все взирал. Но все и так понимает. Локомотив. Но нужно больше концентрации, конечно же, в встрече с Зенитом. Момент как раз для того, чтобы эмоционально сейчас немножко подсобраться. И Марко Ивович забивает. При этом и блок не сработал у Зенита. Ивович на подачу выходит. Нужно, конечно, Марко сейчас тоже, возможно, эйс нарисовать. Но попадает в сетку. Хорошая возможность была немного взбодрить свою команду. А так уже тяжеловато. Треимущество-то у казанцев. Шесть мячей. И осталось, собственно говоря, шесть мячей до 25. То есть до первой выигранной партии. А первая партия очень важна. Опять организованным блоком работают волейболисты Зенита. Но все же вышел из второй зоны. Локомотив атаку завершает. Здесь не успели вернуться толком. Вольвич с Магапетом. И удалось мяч выиграть новосибирцам. Голубев принял. Михайлов по рукам пробивает. Отлетает. Как нужно Максим. Не так пока Михайлов заметен. Но при этом, согласитесь, важные мячи все равно он выигрывает. Вот это качество, которое очень ценное у Максима. Максима Нагапет тоже немножко в последнее время себя не проявляет. Старт у него был очень резвый и резкий. Но вот сейчас Нагапет еще и на свою подачу не сумел команду задержать. Ну а это Луберич. Нужны, очень нужны новосибирскому его эйс. Но пока по сетке стреляет, пока не удается в точность наладить сербу. Сурмачевский. Сурмачевский выходит подавать, как это часто бывает у Зенита. Как раз таки в концовке сета обычно появляется Андрей Сурмачевский. И иногда удается ему очень даже неплохо себя проявить в этом компоненте. На игровщик Казанцев мощно заряжает. И Луберич забрал. Атака, правда, не прошла от Луберича. И здесь уже Беднаш стреляет. Но удается и Локомотиву в защите сыграть. А здесь пробивает Родичев и попадает по рукам. Казани. 16-21. Возвращается Вольвич вместо Сурмачевского. Это вполне ожидаемо. Ну и пока достаточно ровно по очкам идут команды. Нет лидера ни у одной, ни у другой. Забивает вновь Казань первым темпом. Делает это Волков. Но по большому счету вот так, чтобы оторваться от кого-то. Ну понятно, есть Луберич, есть Нгопед. Собственно говоря, легионеры и должны быть лидерами. Должны наголову превосходить игроков из России. Иначе зачем легионеров брать? Суперлигу. Ну а здесь здорово уже Локомотив себя проявляет. Зачехлили. Зачехлили. Волкова вновь решили первым темпом сыграть Казанцы. На сей раз у Волкова не получилось. Куркаев. Подача хорошая. Очень сейчас Локомотиву нужна. Зенит пока все устраивает. Вновь Волков промокнулся. На сей раз мяч за пределы прошел. Будет видеопросмотр. Владимир Олег на попросик челлендж. В первой партии как раз сейчас придется Евгению Макшанову поглядеть. Собственно, что же там было. Касания не было. Еще раз смотрим. Там абсолютно рядом с руками пролетает. Здесь даже ситуации пограничной не было. Но почему бы не использовать челлендж? Тем более уже в концовке все у нас движется. В концовке партии. И плюс ко всему еще есть такая возможность немного сбить подающего. Что, собственно говоря, и произошло. Куркаев зарядил сетку. И Зениту всего лишь один мяч уже до сетболов. Остается Бартыш Беднаш. По первому сету это грозное оружие. Когда поляк на подаче. Но все же забивает важный мяч. Ивович нашли его в четвертой зоне. И Ивович пробивает по рукам. Здесь еще небольшое смягчение произошло. И Михайлову уже было не подтащить. Константин Абаев. Подает Абаев. Голубев принимает. Но будет атака локомотива. И вновь Ивович на сей раз не попал. Серп. Вроде бы все сейчас сложилось здорово для Локо. И хорошая мощная подача. Вернули зенитовцы мяч Локо. Но в итоге сетбола. Казанская команда зарабатывает в количестве пяти штук. И подает Волков. Ивович поднимает локомотив мяч. Теперь Лубурич. Но тяжело. Тяжело в атаке идет у новосибирцев. И не забил Лубурич. Партия остается за зенитом. 25-19. Ну и так достаточно с видимой легкостью зенит выигрывает в первом. Но, знаете, удалось сразу же, как только повели более уверенно, как только сделали преимущество в два мяча, нарастить до трех, до четырех, потом до пяти-шести. И вот так вот на протяжении всей концовки партии и держали этот счет волейболиста Казанцев. В итоге как раз максимальное преимущество и оказалось. 25-19. Сейчас мы с вами посмотрим лучшие моменты первого сета. Они, конечно же, в наличии были. Ну и также поговорим о статистике. О том, как волейболисты настреляли. Ну и как я вижу, у Лубурича пять набранных очков. У Легапета четыре. Это лидеры в одной и другой команде. У Бэтниша был один эйс. Если говорить по блоку, то здесь небольшое, но преимущество у казанской команды. Ну и сейчас по традиции также общая статистика будет. Пока нет локомотива того, кто бы мог повести за собой команду. Да, в определенной отрезке неплохо смотрелся тот же Лубурич, тот же Ивович и Савин, капитан команды. Но все равно немного не хватает. Не хватает работы в том числе у сетки. Не хватает качественного блока. Каких-то обманных действий против Зенита. Все же нужно несколько иначе играть. И вот общая статистика. 13-10 по атакам. Локомотив лучше, по блоку, по эйсам немного хуже. По невынужденным ошибкам, соответственно, локомотив соперника превосходит. Оно и понятно. Напомню, локомотив действующий чемпион России. Да, кто-то скажет, чемпионат был прошлый усеченный. И тогда... Соответственно, не было плей-офф из-за дел карантинных. Но все же приняли решение, что чемпион именно. Локомотив по итогам регулярки. Все абсолютно законно. Ну, а казанцы выигрывали тоже много. Последний раз, правда, становились они чемпионом. Даже не позапрошлым, а позапозапрошлым. Поскольку долг мотива чемпиона был Хузбасс. Ну, а до того как раз-таки зенит Казанский. Будет ли кто-то из этой троицы или, возможно, Динамо, Факел или Санкт-Петербургский зенит. Увидим. Во всяком случае, у каждой команды пока уж точно шансы есть. Показывал сейчас партнеру несколько недовольную краков. Ну, куда, собственно, помешал. Можно было бы этот мяч потащить. Ну, а дальше подача в сетку. У Щербинина. Хотя очень важный был момент для... Локомотива и здесь тоже. Как мы видим. Сетка уже у Нгапета. 2-1 впереди. Локомотив. Ну, и очень важно сейчас новосибирцам не просто выстроить качели, а оторваться на несколько очков от соперника Лугорич Эйс. Вот что необходимо было локомотиву в первой партии. Ну, и сейчас оружие заработало. Самое главное наладить стабильность. Конечно же, и в подаче. В том числе Лугорич впервые. Плюс 2 для Локо. И еще один Эйс. Но вот оно полетело долгожданно для локомотива. Локомотива Дражин Лугорич. И, конечно же, сектор болельщиков новосибирцев ликует. Все стало получаться так, как надо. Хотя пламент Константинов по-прежнему так настроен. Скажем, спокойно. Луберич три подряд. Три подряд Эйса. Какой же молодец. Дражин Луберич. Тайм-аут. Тайм-аут от Владимира Олега. Безусловно. Ну, вот оно. Мощное оружие Дражина в действии. Блестящая работа. Позволил себе улыбнулся. Кламент Константинов. А Луберич будет и дальше подавать. Еще один эйс. Никак не взять. Зениту подачу Луберича. Ингопед не сумел. Четыре подряд. Вот это рывочек. Еще раз насладимся. И кричат. Ну, уже Нейс. Ну, уже Нейс. Уже заведенные болельщики. Еще раз. Луберич. Но на зеркал. Перелетает мяч в площадку. Но только-только за счет одной лишь подачи Луберич набрал четыре очка. Причем сделал это он. Конечно, просто феноменально. И тут же попытался атаку завершить, но зачехлили его. Так на кураже попробовал Луберич. Подумал, что может сейчас абсолютно все. Но справились Волков и компания. Теперь уже Зениту нужно проявить себя. И при подаче в том числе. И, конечно же, при блоке. Но Локомотив забивает. Куркаев. 7-3. И вот как раз сошлись несколько факторов для Локомотива в начале второго сета. Появился действительно лидер. Луберич. И появился отрыв. И теперь нужно играть с позиции силы. Новосибирским волейболистом Михайлов забивает мощно. И выходит Максим на подачу. Кто у Зенита будет эйсовать сегодня? Итак, Михайлов. Савин принимает. И дальше выводит Ивовича на атаку. Но удается смягчение Зениту. Михайлов против тройного блока. Спасает Мартынюк. А дальше Луберич. И забирает. Забирает, да. Забирает все же. Здесь не подняли казанцы. Хотя некоторое время еще продолжали движение с мячом. Но уже успели волейболисты новосибирской команды порадоваться. Еще раз посмотрим. Было касание пола. Не успел Либера поднять в этом эпизоде. Куркаев подает. При этом двукратный перевес для Локомотива. Еще переходящий мяч. Забивает Ивович. Замены. Замены пошли у Зенита. Сейчас появляется Федор Воронков. Федор Воронков, который самым заряженным в прошлом месяце был у казанской команды. И проявлял себя очень здорово. Федор, но вот сегодня он не вышел в старте. Однако появляется сейчас. Попадает Куркаев. Тем временем сетку при подаче. Ну а вот и Беднаш. У Беднаша, мы помним, в первом сете неплохо залетало. Возможно, получится и сейчас. Барташ Беднаш. Барташ Беднаш. Как раз его эйсы очень нужны казанской команде. И вновь удается аккуратненько подсечь мяч Луберичу. Таким образом, что с пола уже не поднимают. Да, зенитовцы как ни прыгай, как рыбка, и туда не устремляйся за мячом. Но оказывается он на площадке. И иногда подобными хитрыми способами результата добиваются. Волейболисты Локу. Ну а здесь Савин на половину соперника. Атакует Воронков. И вновь мягко. То Луберич, то Ильич. Как раз мягко в последнее время играют. Зенит. Нет, поднял. Поднял Ливера. Блестящая работа. Луберич, правда, не забил. Но надо похвалить Тривиченко. Вот он сумел. Мяч практически безнадежный спасти. Правда, дальше атаку не довели до логического завершения. Волейболисты новосибирской команды. И у Зенита появляется на подаче Александр Волк. И так смотрим за его подачей. Пока во втором сете у Зенита не было усилий. Удалось смягчить. Беднажды дальше Михайлов в роли связующего. Воронков не забил. Атака Савина. Савин не попал. Или попал. Попал все же. Попадает. Вот так вот. Уже успели порадоваться зенитовцы. А арбитр принимает решение в пользу Локомотива. Николай Книжников показывает, что должны подавать именно новосибирцы. Ивович. Плюс 5 для Лока. 11-6 ведет команда. Ивович не попадает в площадку. Локомотив не очень здорово в встречах с командами из шестерки играл. Но удалось при этом обыграть как раз таки Казанский Зенит. Причем в Казани со счетом 3-1. Было это в концовке прошлого года. 29 декабря. И вспоминаем первый сет, который был очень мощным. 43-41. Вот так вот долго, качельно играли. И Локомотив его забрал. И в итоге забрал весь матч. Но опять же можно вспомнить, что у Казанцев очень неприятная серия была. Когда они проигрывали всем подряд. Из восьми матчей 7 были проиграны. Как раз в декабре, в январе это все было. Но после этого удается наладить игру. И у Зенита. Сейчас посмотрим за подачей. А как раз таки смотреть есть зачем. Поскольку эйс Федора Воронкова прилетает. Очень здорово. И не смогли ни Ивович, ни Луберич справиться с этим мячом от доигровщика казанской команды. Показывает нам радостных запасных Зенита. И Ивович, конечно, всегда придает эмоции, придает настроение. Еще одна подача Воронкова. И на сей раз не попадает он. Немного не хватило, чтобы опустился мяч в площадку. Тем не менее, один брейковый отыграть Зениту удалось. Но не более. А вот он Луберич. Вот он, Дражин. Вновь возвращается на исходную. Смотрим внимательно. Цепляются просто невероятно. Уже боясь его подач. И удается Беднашу важнейшее действие. Снимаются с подачи Луберича. Беднаш скидывает мяч. Здорово. И здесь у сетки именно он оказался впервые. Вольвич будет подавать. Так вот, по поводу Зенита. Казанцы из 15 последних матчей 14 выиграли. Так что очень здорово все у них в этом плане. Правда, проиграли в полуфинале Лиги Чемпионов. Полякам вот где было обидно. В золотом сете. Многие могли спасти и тот матч. Но проигрыш. Таким образом, пока в этом сезоне только суперкубок у Зенита. Остальные трофеи из российских команд забирает московская Динамо. Ну и вот посмотрим, что будет в финале шести. Подача Савина. И работает первый темп у Казани. Волков забивает важный мяч. Максим Михайлов будет подаваться. И эйс не сумел Савин справиться с подачей Михайлова. И еще одна подача диагонального Зенита. Михайлов вновь. Савину пришлось потрудиться, но на сей раз он справился. И забивает Локомотив в атаке. Но Зенит потихоньку так за счет одного эйса Воронкова, за счет другого эйса Михайлова. Но он приближается к Локомотиву. Замена у Новосибирска. Вместо Куркаева появляется Тисевич и будет подавать. Тридцатый номер, связующий Локомотива. Посмотрим, что у него с подачей. Воронков принял. Михайлов забит. 13-15. Подача Зенита. Перевес у Локомотива есть, но потихоньку он сокращается. Барташ Бэднаш будет подавать. И не забег. Нет, мяч в площадку перелетел. Так что это очко для Локомотива. Пока у Зенита лучше всех работает в атаке Михайлов. У него 6. Унгапета с Бэднашем по 4. Но Унгапет уже довольно давно на скамейке запасных. Вместо него, напомню, Воронков появился. Абаев подает. Воронков не забивает. А вот у Локомотива, конечно, равных Лобуричу нет. 11 очков. Из них, напомню, 4 эйсами подряд были набраны. У Ивовича 6. Он следующий по этому показателю. Ну, а здесь уже Лок своей подачи отдает мяч сопернику. Много стараются именно за счет подачи набрать очки одни и другие. А вот Блок не слишком хорошо работает. Удается его атакующей команде преодолеть. Здесь неплохо «Зенит» мяч спас. Будько. Но все равно забивает первым темпом Локу Щербинин. Но здесь против «Центрального» сыграть-то особо казанцам было некому. 18-14. Состоится судейская процедура видеопроспотра игрового. Будет челлендж. Средней линии. Заступ средней линии будет смотреть. Пока сегодня один лишь челлендж был. Как раз «Зенит» в первом сете его брал. И ни к чему это не привело. Но посмотрим, был ли заступ или нет. Нет мяч. Остается у «Локомотива». Все хорошо было с атакой новосибирцев. Ивович подает. Есть прием. Воронкова выводит. Федор Воронков с мясом забивает этот мяч. Заряжая по блокирующим. Если я говорил, что в первом сете «Локомотива» нужны были как раз эмоции в концовке сета, чтобы как-то спасти партию, то сейчас такие эмоции нужны, конечно, уже «Зениту». Савен. И смотрят. Будут смотреть. «Зенитовцы» попросят. Да, опросят. Показывают, что не было здесь попадания капитана «Локомотива». Прямо все собрались. Как будто бы мяч оставил отпечаток. Как это бывает в теннисе частенько. Но здесь, конечно же, на площадке следов нет. А вот что скажет нам видео. Аут. Аут. Абсолютно точно. Блестящая работа «Зенита». У нее остался справа, но видеопросмотр в этой парке. Ошибка. Ошибка для Савина была. Не попал он. И таким образом еще один видеопросмотр будет у «Зенита». Они его сохранили. Ну а сейчас уже «Локомотив» проверяет по всей видимости. Какое-то неправомерное действие «Зенита». «Зенита». Насколько тут же продолжают смотреть видео арбитры касания сетки. Ну и касания сетки не было. Так что все в порядке. Для «Казанцев» 16-18. Подача «Зенита». Подача «Будько». И дальше не забивает «Локомотив». Вот так вот буквально за какое-то одно действие зацепились «Казанцы». Да, неточное решение арбитра. Немножко смутили этим «Локомотив». И дальше ошибки пошли. Аут. И вот уже «Зенит» практически догнал. С его соперника отставание в одну очко. Но «Будько» не забивает. Теперь 17-19. Тем не менее, всего лишь в один брейковый мяч ведет новосибирская команда. И преимущество это достаточно зыбкое. Щербинин. Есть прием Голубева. Михайлов забивает мощно. И никаких шансов здесь потащить у соперника не было. Когда Михайлов из четвертой зоны атакует тут, берегись. Противник Воронков. Однажды у него было и сейчас сетка. И сам себя наказывает Воронков. Бьет по руке. Которая не подала так, как нужно. Ну и все все прекрасно понимают. Сейчас кто на подаче. На подаче человек эйс. Дражин Лобурич. Принимает Голубев. Атакует Беднаш. И вновь, вновь снимается. Причем опять же Беднаш, именно он снимается с подачи Лобурича. 19-20. Ну и опять Андрей Сурмачевский. Как раз концовка у нас, когда очередь Вольвича подавать, выходит Сурмачевский. Все по традиции для казанцев. 19-20. И очень важно, конечно, сейчас Зенитой счет сравнять. Сурмачевский здорово подает. И это эйс. Это эйс. Действительно удается в этой партии насобирать именно одиночных, таких аккуратных эйсиков. Зениту не достоин ответить на серию подач. Сербского лидера Лока. Тайм-аут от пламена Константинова. Поскольку счет уже 20-20. Давай-давай, ребят, попробуем по кодушку для Кабар. Вот, 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 вот. Вот они, герои Новосибирска, которые приехали болеть за команду. И так заслонил их немножечко Владимира Олегна. Возможно, такой намек, что на самом-то деле герой именно он и его команда, во всяком случае, вернутся. Удается Зениту после неплохого преимущества Локомотива. Подает Сурмачевский эйс. Еще один. Вот это вышел, так вышел Андрей. И даже перерыв его ничуть не смутил. И вот уже Зенит впереди. Хотя, казалось бы, совсем недавно преимущество Локомотива было таково, потому что они спокойно могли бы доводить ситуацию до победы в этой партии. Сурмачевский. Вновь тяжело, но Мартынюк спасает. Луборич пробивает. И важный, важный балл набирает. Дорогий Луборич. Удается Локомотиву счет сравнять. 21-21. Счет ровный. И нас ожидает интереснейшая концовка второго сета. Сейчас серия замен. Понятное дело, обратная у Зенита. Сурмачевский. Получается сейчас одобрение от запасных. Очень здорово он вышел. И два мяча выиграл для своей команды. Ну, а у Локомотива Родичев появляется и подает Алексей. 21-21. Бэтнерш сегодня очень хорош. Были к нему вопросы у Владимира Олега по ходу сезона. Но сейчас видно, как Барташ собран. И работает надежно. Бэтнерш забивает все, как и должен делать классный мастер. Классный доигровщик. Михайлов подает. Не попадает в площадку. Поэтому счет становится 22-22. А это уже Илья Скуркаев. Михайлов. Михайлов. Луберич спасет или нет? Еще, еще перевести. Нет, не получилось. Казалось бы, Абаев. Блестяще успел. Буквально у судейского столика там среагировал. Смотрите, еще раз перелетел даже и Куркаев. И если бы выпрыгнул Ивович, какую бы красоту сейчас Локомотив сотворил. Но все равно молодцы. Цепляются за мяч по максимуму таймауту новосибирцев. При счете 23-22 в пользу Казани. Дорогие друзья, уважаемые победители, мы напоминаем, что на волейбольной арене «Динамо» действует масочный режим. Спасибо вам большое за внимание. Берегите себя и, конечно, любите волейбол. Ну что, классный матч, дорогие друзья. Мы с вами смотрим интереснейшая вторая партия. В поле смеха, как всегда, команда возначается на площадку. Давайте встретим их с нашими аплодисментами. Дорогие друзья! Тайм-аут брал Пламен Константинов. Бэднэш подает. Мартанюк справляется. Дальше Ивович выводит Лубурича. А тот не забивает. Будет просмотр на предмет рук у «Зенита». Но если их не было, то это 24-22 и, соответственно, два сетбола у «Зенита». Здесь сейчас надежда только на видео у «Локомотива». было или нет. Вот он, видеопросмотр. Который, конечно же, от нас закрыт. Ну и ждет также Николай Книжников, какое же будет решение. Отдается мяч «Зениту». Не было. Не было. Да, касания блока действительно не было. Мяч пролетает мимо. Так что не смогли волейболисты «Локомотива» использовать этот видеоповтор в свою пользу. Здесь Лубурич от рук соперника отбывает и 23-24. Важно, конечно, было забить. И весьма непросто. Ну и сербу было. Но сумел отличиться Абаев. Связующий «Новосибирцев» подает. Непростая очень подача. Воронков мяч спасает. Михайлов отдает его. Здесь Родичев, Абаев, Ивович. И не забил, и не забил Ивович. Марко Ивович, казалось бы, сейчас должны были счет сравнивать волейболисты «Локомотива». Но 25-23 «Зенит» в концовке дожимает новосибирскую команду. И по партиям 2-0. Счет становится. 25-19. 25-23. Впереди у нас третий сет. Но, конечно, казанцы очень здорово себя проявили. Смогли отойти от мощного удара в виде эйсов Лоборича. И постепенно не только что-то сравняли, но и в нужный, в ключевой момент вышли вперед. А ведь вот этот вот парень, Эрвин Гапет, практически весь сет и отсутствовал. Вначале он немного поиграл, потом ушел. Вместо него вышел Воронков и, на самом деле, очень даже здорово. Федор вышел. И эйсом отличился. И несколько хороших мячей. Также он забил. Принес пользу «Зениту» неоценимую. 2-0. В пользу казанцев. Смотрим, как и Бэтнеш забивает. И остальные тоже себя проявляют здорово. Вторая партия была по длительности продолжительной первой. 30 минут длилась. Полчаса. Первая была покороче. 24 минуты. Если смотреть по набранным очкам. Лоборич 13. Здесь никаких вопросов быть не может. Лидер лучший. Ивович 6. Более чем двукратный перевес у одного серба над другим. Но что дальше? А дальше-то нет никого. У локомотива кто бы мог именно проявить себя в атаке. Что-то забить. Что-то сделать на блоке. Поскольку с блоком вообще ситуация критичная. Всего лишь одно очко на блоке. Но это никуда не годится. Мы видим второй серб. 0 у локомотива. В этом поясе все здорово. 4-4. 5 ошибок. Тоже надо разбираться. Что было не так. Ну, по атаке небольшой преимущества у новосибирцев. Имелось. Что касается Зенита. То здесь Михайлов 8. Беднаш 6. Мегапет 4. Опять же, говорю о том, что он гапет отсутствовал долгое время. Ну и остальные, где надо, пособирали. Есть очки и у Будько. Есть очки и у того же Сурмачевского, который здорово вышел и нападавал. Ну и какой-никакой блок тоже присутствует у Зенита. И он набирает. Да, есть работа у сетки все же не такая идеальная, как хотелось бы. Он абсолютно не монстр-блок, как здесь любят заводить композицию. Не такой мощной, но есть. Ну а вот, возможно, как раз, да, что сейчас нужно локомотиву. Но немножко Дмитрий Лызик позаводил, остальных отправился на запасную позицию с остальным ребятам. Но, быть может, Дмитрий Лызик как раз-таки поработать первым темпом. Там у сетки понагнетать и навести шороху молодому парню, талантливейшему Дмитрию Лызику, который моментами-то очень здорово в этом сезоне включался. Но какие-то, какие-то перестановки нужны у Лока. Поскольку, как мы видим, не смогли, даже имея преимущество в начале у сета, не смогли партию довести до победного конца. 2-0. Да, есть поддержка. Чувствует себя, ну, если не как дома, то, по крайней мере, не в гостях уж точно. Еще раз скажу, конечно, есть и болельщики «Зенита», но надо дать должное. Локомотива настоящая мощная поддержка. Но пока 0-2. И подает «Казань». Будько. Будько поднимает мяч. Воронков, Михайлов пробивает Мартынюк, оставляет. Дальше Абаев, Лубурич. И Лубурич не забил. Будет просмотр? Будет. На касание блока у «Зенита». Вольвич машет пальчиком, говорит. Абсолютно ничего не было, не коснулось, я бы заметил. Ну, проверят. Конечно же. Сейчас посмотрят судьи, было или нет. Евгений Макшанов говорит. Было. Было все же. Вот так вот. Запрос команды «Локомотив» удовлетворен. У нее осталось право на два запроса в этой квартире. И мало того, что запрос удовлетворен, так еще и два запроса есть. И самое главное, есть первое набранное очко в третьем сете, что очень важно, конечно же, для новосибирцев. Воронков забивает мощно. Мяч улетает на трибуны. Ну и «Зенит» очень собрано начинает сет. А здесь «Лоберич». Сравнивает 2-2. Щербинин. Воронков. И не получилось принять подачу Щербинина. Три-два. Локомотив впереди. Итак, решительно настроен. Судя по выражению лица Дмитрий. Сосредоточен. Еще одна подача на Воронкова. И Будько. Хитрый, хитрый лис. Александр Будько. Вот его эмоции. Посмотрите. Оп. И все. Вовремя не сыграть. Это тоже надо уметь. Счет 3-3. Вольвич. Остается мяч у Локомотива. Еще одна атака. И забивает. Забивает. Здесь четвертый. Ивович. Родичев. Это было, конечно же, и четвертый забивает. И на подачу выходит Лугурич. Кто будет? Будет Воронков спасать ситуацию. Дальше Беднеш поднимает. Будько выводит Михайлова. Михайлов пробивает Куркаева и Родичева. 4-4. И выходит после этого подавать Максим Михайлов. Заряжает мощно. Но Лугурич против тройного блока справляется. И наблюдаю картину, как среди запасных Зенита корзинки с мячами перебирает их Эрвин Гапет. Пока хоть так мяч потрогает, если не дают поиграть. Барташ Беднеш. При счете 5-5 подает именно он. Родичев принял. И сумел распорядиться здорово. Илья Скуркаев забивает блокирующий Луку. И он же будет подавать. И ошиблись Воронков и Голубев вдвоем здесь. Стали принимать. И не подсказали. В итоге это Эйс. По поводу мяча сейчас идет разговор. Попросили заменить мяч. Судей. Видимо, прохудился. Ну и получив другой мяч, Куркаев все равно попробует сделать так, чтобы зенитовцы на приеме ошиблись. Куда полетит? В какую зону? Теперь к Беднешу. Воронков. Блокаут случился. И счет 6-7. От рукобаева как раз-таки за пределы площадки мяч отлетел. Ну а здесь уже Ирович забивает. Небольшой перевес по-прежнему держится. 8-6. Польза Локомотива. В этом сезоне Локомотиву ключевые матчи. К сожалению, для команды не удавались. Полуфинал против московского Динамо. Кубка российского. Вели 2-0. Вели в третьем сете. В итоге проиграли 2-3. Потом... В Лиге чемпионов тоже. Торрентино. Вели 2-0. Проиграли 2-3. Вот здесь наоборот. 0-2 проигрывают. И первым темпом Щербинин забивает. Сейчас во что бы то ни стало, конечно, нужно этот сет забирать. Новосибирску. Сокращать отставания. И еще одна команда, напомню, которая в этой группе. Это Кузбасс. Ну и дальше пару слов по регламентам. Михайлов пока удачно забивает. Играют групповые матчи в течение трех дней. В понедельник, вторник и среду. Дальше четверг и день отдыха. В пятницу матч за пятое место. Два полуфинала. Ну и в субботу матч за третье и финал. Вот такая схема этого короткого, но увлекательного турнира. Воронков совсем не туда стреляет. Где же там Эрвин Гапет? Возможно, стоит уже и ему вернуться на площадку. Посмотрим. Ну, в целом, второй сет Воронков провел неплохо. В третьем ошибки, конечно, есть. 8-11. Подача Щербинина. Воронков принял. Гудько, Михайлов. Ну, Михайлов пока такое впечатление вообще не ошибается. Забивает стабильно. Если его удобно выводят, то... Дальше по сопернику, от которого отлетает вообще за пределы. Площадки далеко-далеко. Сейчас увидим планер Вольвича. Луборич достаточно спокойно из второй зоны завершает. Атака у Новосибирска. И Луборич подает. Но пока разовая вспышка. Зато какая мощная была у подачи Луборича. Остальные были отбиты лебористами Зенита. Ну, а сейчас и вовсе мимо кассы. Заряжает Дражин. Не попадая в площадку. Подача Максима Михайлова. Ну, вот... Была одна неплохая у Михайлова. Но, в целом, есть где прибавить. И попадает в антенну. В этом компоненте сегодня Михайлов не слишком хорош. Хотя, в целом, опять же, он действует очень здорово. Как и всегда. Родичев подает. Беднэш принимает. Дальше Лурина Волкова. И мяч, что выигрывает Локомотив. Еще раз смотрим. Была. Нехорошее касание у казанцев. И 10-14. Вновь, как и во втором сете, преимущество у Локомотива плюс 4. Только сейчас оно было достигнуто по большей части за счет ошибок Зенита. Если ранее за счет хороших действий Локомотива в втором сете, то сейчас не столь монолитен Казанский клуб. И пока нет такой уверенности, что Зенит сумеет отыграться, сумеет вновь оставить партию за собой. И матч 3-0. Беднэш подает сетку. Вот так вот из мелочей. И потихоньку проигрывает Казань партию. И пока еще ни одного тайм-аута. Тренеры не брали. Подача Куркаева. Воронков, Улубев, Михайлов. Фух, попадает прямиком вроде чего. Неприятно для Алексея, но важный мяч был для Зенита. 12-15. 12-15. Зенит подает. Ульвич неплохо. И здесь тоже блок, но не сработал он у Зенита на сей раз. Ульвич неплохо. Константин Абаев. Есть прием. Михайлов на сей раз решил перехитрить, но, понятно, было легко. Справится Локомотив у Ивович. Ивович. Одобрение пламена Константинова получает Серп. Ну вот. Пошло-поехало у Локомотива. Начали забивать достаточно неплохо. И Камза! Подача Абаева. И Воронков не попадает. И пока нет тайм-аута. Да, все-таки решил взять. Владимира Олеговна. Эмоции новосибирской команды мы наблюдаем. 18-12. Хорошее преимущество. Плюс 6. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Еще одна подача Будьком Одну брейковую очку отыгрывают Но по-прежнему перевес существенный У Локомотива 14-18 И забивает Забивает его Вич В третьем сайте именно у него Получается очень Неплохая атака А сейчас и на подачу выходит серп Несколько важных мячей Выиграл доигровщик Но попадает при подаче в сетку От излишнего желания помочь своим Тем не менее 19-15 Перевес по-прежнему есть Неплохой у Лока Эрвин Гапет Давненько не виделись Французский Лебалист Казанской команды Не забивает Мяч Площадку перелетает Немного Но будет видеопросмотр Задел или не задел Но ситуация Позволяет конечно Посмотреть Тем не менее не было Не было И Эрвин Гапет Не реагировал Явно что Надо брать Нужно Смотреть Я попал Здесь По его лицу было Понятно что скорее всего Все же аут Атакует Беднеш Забивает 16-20 Ну и вот Как раз анонсируемый И ожидаемый выход Андрей Сурмачевского Вместо Артема Вольвича На подачу Выходит Доигровщик Казанской команды Во втором сайте Напомню Вышел И два эйса Выбил Подача Сурмачевского Трос Смягчил И Ивович И Ивович забил И вновь Ивович Забивает Действительно Третий сет У него Очень хороший Обратная замена У Зенита Вольвич Вернулся А Луборич Вернулся На подачу У Локомотива Скадирует Эйс Эйс Поклонники Новосибирской команды Голубев Беднаша Выводит Тот против Тройного блока Ну блок Ключился Все Абсолютно Грамотно Поляк Организовал Максим Михайлов Хорошая подача Которая заставила Потрудиться Соперника И будет Атака Беднаш Как бы Не тянулся Ивович Но Все мячи Сейчас Марко Потащить Не может И Забивает Беднаш Тайм-аут Сразу же Плавен Константинов Попросил Как только Немного Зенит Начал Локомотив Вперед Вперед К победе С вами победа С вами удача Вот они Плакаты Болельщиков Локом Гонят Гонят Своих К цели А цель Только Одна Может В финале Шести У Зенита Тоже Есть Своя цель Эйс Эйс От Михайлова 19-21 Ну что Неужели Эту Партию Сможет Зенит Перевернуть Очень Прием Сейчас Нужен И съем Самое Главное Очень Очень Михайлов И будет Атака Еще У Зенита Вновь Михайлов Гапет Поднимает Будько Выводит Беднаша Беднаш По рукам Но Здорово Ивович Справляется Луборич Есть Продолжительный Розыгрыш Пробивает Вновь Беднаш Еще Одна Атака Зенита Беднаш Поднимает Будько Нгапет Беднаш По рукам И Что Будет Блоу От Беднаша Вот это Розыгрыш Пожалуй Один из Самых Лучших Розыгрышей Этой Встречи Такой Длительной И Классная Игра Была С обеих Сторон Конечно же Поднимали Мячи Атаковали Но в конце Концов Зенит Важнейший Мяч Забирает Продолжит Подавать Михайлов После Таймаута Который Вновь Берет Приламент Константинов Дальше 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 В Дальше В Дальше В Дальше Дальше Дорогие друзья Уважаемые Борейшки Також Не забывайте Что У нас Сегодня Еще Одна Игра В Девятнадцать Продолжаем смотреть 20-21 Третий сет Зенит Казань Локомотив Новосибирск Михайлов подает Максим Михайлов Выдал серию Хорошую на подачу Еще одна у него И на сей раз не попадает мяч В площадку Улетает за пределы 22-20 Все-таки с брейкием мячом Локомотив ведет Подача Родичева Гапет принял Беднаш И блок Блок Работает у Локом Абаев и Куркаев Выставили его И теперь уже ответный тайм-аут Владимира Олег На 20-23 Удалось два очка подряд Заработать Локом Ну что ж Уже по два тайм-аута Использовали Тренеры И Олег И Константинов И теперь И теперь Смотрим За концовкой Третьего сета Вместо Ильдовича Локомотива Появляется Савин А подает Родичев Гапет принял Ну и дальше Связка Будко Беднаш Блок-аут На сей раз Беднаша Не зачехлили Сумел Увернуться От мяча Немного Не попало В него Разочарован Абаев Пока не удается Заработать Сетболы Первые Беднаш Подает Увернулся Луборич Тоже Очень здорово Сыграл Дражин Как будто бы Выбивал Здесь Поляк Серба Играя В несколько Другую игру Вышибал А не волейбол Ну а это Куркаев И вот они Сетболы Локомотива В количестве Трех штук Нгапет Будет Атака Локу Но Луборич Просто отдает Мяч Нгапет Забивает 22-24 Сохраняя шансы Для Зенита На Успешное Завершение Но сейчас Нужна Подача Казани А подает Волков 22-24 Но по всей Нужно просто Не рискуя Наверное Подать И дальше Ну силово Конечно Дальше уже Рассчитывать На блок Свой Мяч Отлетел Удачно Для Локу И забирает Новосибирск Третий сет 25-22 Выигрывает Локомотив 2-1 Впереди Зенит И нас ждет Еще Минимум Один Классный Сет 25-22 В третьем Сете Ну и немножко Поговорим Конечно же Вновь О статистике У Локомотива У Лоборича 17 У Ивовича 11 Третий Куркаев У него 7 У Зенита У Михайлова 15 У Бетнаша 12 Далее По 5 У Воронкова Нгопед Которые Как раз таки Если их Объединить Могли бы Иметь 10 Если бы Играл кто-то Из них Один Они Выходили Вместо Друг Куркаев Немного Улучшил Ситуацию С блоком У Лока На его счету 2 Как раз В третьем Сете Если говорить Про Эйсы То В этом Компоненте Счет Пульсу Как ни странно Зенита 7 6 Поскольку У Зенита Сразу Несколько Игроков Отличались В этом Плане А у Локомотива По сути Луберечка Показывает Болельщиков У Локомотива Действительно Очень много Поклонников Самых Разнообразных На трибунах И организованные И одиночные Две Минимум И сегодня День Не исключение В Следующую Игровую Сессию Играть Другому Зениту Самых Тербургскому Против Факела И десант Молодежки Факела И представители И тоже уже На трибунах Готовы Поддерживать Свою команду Но это будет Позднее По атакам Зенит Лучше По блоку Новосибирского Если ничья Немножко Нашибались Больше Локомотив Но в общем И в целом Достаточно Равная Получилась Партия Но Затащили Ее новосибирцы И Счет 1-2 Становится Ну а теперь Ну а теперь Либо 2-2 Либо Пройграш Поэтому Опять же Локомотиву Деваться Некуда Сами себя Поставили В такое Положение Проиграв Два первых Сета А ведь могли бы И вести Сейчас Поскольку Ушел Второй сет Складывался Неплохо Для Лока Но В итоге По поражению Завтра будет День отдыха Для Новосибирской Команды Зенит Сыграет С Кузбассом А вот С Кузбассом Локомотив Сыграет Уже В среду Начинается Четвертый сет Начинается Удачно Для Локом 1-0 Новосибирск Ведет И Щербинин Подает Есть прием От Голубева Дальше Гапета Выбили Родичев 2-0 И вот уже Эмоцию Локомотива Соответствующая Сразу С брейковым Мячом Повела Команда И продолжает Подавать Делает Это Щербинин Зенит На приеме Михайлов Блокаут Случился Волков Подает Блок Неплохо Сработал Гапет Потащил И сам же Завершает Но мягко Михайлов Здорово В защите Работает Зенит Не сумел Гапет Одной рукой Традиционно Для себя Как кто-либо Эрвин Играть Аккуратненько Прочитали Его Здесь Хороший блок А вот дальше Когда надо было Завершать Не сумел Понятно Была задумка Протолкнуть Мимо Двух Блокирующих Но Не удалось Это французу Луберыч Подает И это Эйс И это Эйс Возвращается Могучая Подача Дражина Еще одна попытка Луберыча Что она принесет Михайлов Завершаем Все-таки На сей раз Не серийно Подошел К этому делу Серп Но Все равно Когда на подачу Свою удается Мяч выиграть Это Очень здорово И Луберыч Выигрывает А это Будько Будько Очередной Мяч в атаке Локомотив Забивает Хорошо Абаев Вывел Очень удобная Высота Для Луберыча Спокойно Он Из второй зоны Завершает Атаку своей команды Родичев Подает Доводка Михайлов Еще раз Нужно повторить Ну а теперь Все Как по маху Получилось С первой попытки Не прошло Со второй Максим Исправился Тоже Аккуратно Ему Выдал Передачу Будько И Уже От Абаева В антенну Попадает Михайлов Забивает Третий мяч Зенита 3-5 Ингапет Планер И Не уследили Волейболисты Локомотива Ошибка Ингапет Перехитрил Вот это и нужно Эрвину Почувствовать себя Королем эпизода Обмануть Разобраться И так Ингапет Еще одна Подача Француза На сей раз Сильная И удается Смягчить Но ошибается Вольвич Ошибается И Дарит очко Локомотиву 6-4 Вот Узапасная Зенита И Владимир Олег Разговаривающий С Либера Валентином Коротком Два Валентина У Зенита Как раз Таки Либера Коротков И Голубев И Постоянно При Атаке Один При Защите Другой Ну а здесь Беднаш Беднаш Какую диагональ Расчертил Красивую Поляк Хороший матч Проводит Вольвич Подает Поскольку Не начало Не конец Сета А начало То не Сурмачевский А Вольвич Беднаш По рукам И забил Забил Поляк Сравняли Волейболисты Казани 6-6 Еще одна Подача Вольвича Вступили За мяч У сетки Лубурич Попробил Выгрожен Хорошо Забил И Кравса И Кравса И Кравса И Кравса Абаев Далеко Далеко Не точно Но иногда Не получается Подача Срезается Мяч И Вылетает Не туда Куда Планирован Максим Михайлов Практически На его подачу Удалось Спасти Третий Сет Зениту Но Немножко Не докрутили Сейчас Бартен Вытаскивает Лубурич Атаку Атаку Не завершил Абед Наш Абед Наш Тоже Не попал Не попал Барташ Просмотр будет Владимир Олег Убедился Можно Можно Ну а второй Уже По всей Мести Если Сейчас Не удастся Нет Удастся Было Было Да Действительно Смотрим Движение У пальца Имело место Быть Микроскопическая Как показывает Ивич Совсем Небольшое Но Арбитр Посчитали Что Действительно Правы Казанцы И У них Еще Два Видеопросмотра Остается Плюс Еще И мяч В атаке Волков Забивает Девять сил Девять Семь Пульзу Зенита Вот так вот Незаметно А Зенит Меняет Код встречи Причем Вновь Удачное Решение Взять Рассмотр Игрового Эпизода И Приносит Оно Плоды Михайлов Задержался На подаче Несколько Важных Мячей Удается Выиграть Казанцам И вновь Непростая Силовая Еще и Блок Работает Бед Наш 10 Михайлов Продолжит Подавать А Плавин Константинов Просит Тайм-аут Да Минус 3 Для Локомотива Небольшая Пауза Комнатинов Пауза Комнатинов Комнатинов Пауза Возвращаемся на площадку. Счетком Михайлов подает. При всем ожидании Мартынюк, Абаев, Лубрич. Все как по классике. Отличная доводка и завершение. По учебнику из четвертой зоны атакует Дражин Лубрич, Ивович. Его был третий сет. Сер провел его очень качественно и несколько важных мячей выиграл. Но вот нужно и в четвертой партии тоже включаться, проявлять себя. Вся его подача такая Бэтнаша. Барташ Бэтнаш. Очень нравится сегодня мне лично поляк. Вколачивает с такой уверенностью мяч и иногда на подачи тоже полезен. Если в «Зените» всегда знаешь, что ожидать от Михайлова, Онгапета по настроению, то вот у Бэтнаша нет такой стабильности. И сегодня он приятно удивляет. Действительно, все, что нужно, забивает. Атака Онгапета. Вот и у него настроение улучшается. Девинка. Ивович. Перехитрил сейчас. Перехитрил Лубрич. Не стал сильно лупить. А сыграл аккуратно мимо блока. Мимо Волкова и уже в своем прыжке Кроков не успевал. Шербинин. Его подача неплохо в начале четвертого сета «Локомотив». Себя чувствовал. А здесь... А здесь отлетает хорошо в площадку «Зенит». Вот это «Зенита». И еще раз смотрим. Многопед атаковал. А попал он в Куркаева. И от Куркаева как раз... Самый-самый уголок залетает. И вновь Шербинин. Но на сей раз... Сработал первый темп у «Зенита». И Волков забил. Будько как раз его выдвинуло. Меж Лубрича и Куркаева. А Волков протиснулся. И хорошее завершение организовал. Лубрич продолжает. И второй завершать. Ну и отметим, конечно же, Лубрича. И Абаев хорошо работает со своими атакующими. То одному из-за спины даст, то другому не попал. Немного не попал, но все же Лубрич мимо. Целился в уголок площадки. Под заднюю линию не получилось. «Зенит» по-прежнему ведет. 14-11. Будько подает. Спасти мяч пытались новосибирцы. И смогли это сделать. А еще атака нужна. Пик. Как же аккуратненько смахнул. Просто смахнул Куркаев и все. Ильяус Куркаев. В нужный момент одной рукой. Мяч перевел. И 12-й заработал для своей команды. Еще раз. Смотрим, как раз показывал Куркаев. Оп. И все. Подача луко. Родичев. Михайлов не очень удобно, но сумел от блока. Даже в такой момент Максим Михайлов знает, что делать. И работает по ситуации. Отлично. Так вот, вспоминаем. Локомотив вел 5-2. 5-2. Но потом рывок у «Зенита». Уже 8-12 был счет для лука. То есть 3-10 проиграли они. Очень неприятно. Теперь ответ, как у Куркаева, да. Такой же. От Вольвича. Оп. И все. Говорит. Артем, поиграем. В бускетбол. И забивает важный мяч. 16-12. Замена у Локом. Появляется. На место Ивовича Савин. Появляется капитан. Посмотрим. Как эта замена сыграет. Подача Нгапета. Но в сетку. Куркаев. Тоже сетком. Уже было видно, как полетел Ильяс. И как раз, когда соприкоснулся своей рукой с мячом. Что не получится. Подача. Сурмачевский. Место Вольвича. Решет 17-13. Появляется. Стабильно Андрей. Ближе к концу сета. Сейчас нужна подача Зенит. Чтобы преимущество еще более комфортным сделать. И уже тяжело. Как-то поменять ситуацию было Локомотиву. Но забывает Лоборич. У Локомотива один тайм-аут уже был взят. Поэтому только лишь один раз Пламин Константинов сможет какие-то коррективы внести. У Владимира Олеговна еще два тайм-аута имеются. Ничего не зарасходовано. Волков калачивает. Волков калачивает. Периодически работает первый темп. Достаточно неплохо у Зенита. Будько включает Волкова и забивает. Здорово. Казанца. У Локомотива же первого темпа практически нет. Хотелось бы, конечно, что сегодня появился Дмитрий Лызик. Высоченный блокирующий. Как раз самый высокий в команде. 213-й у Лызика. И с ним первый темп достаточно неплохо у Лока проходит, если есть такая возможность. Но здесь Савин очень здорово организованный блок разрушил Зениту. Бэтнаш. Но по рукам не слишком уверенно. И есть возможность у Локомотива вернуться. Родичев по рукам. Здорово. И вот они два подряд выигранных мяча. Новосибирские команды. 18-16. Зенит впереди. Но уже Локомотив подсократил отставание. И подает капитан. Подает Сергей Савин. Перелетает мяч в площадку. Бэтнаш. Марташ Бэтнаш. В первом сете у него хорошо летело. Забивает. А вот кто-то говорил, что нету первого темпа. Ну пожалуйста. Щербинин. Атакует здорово. Дмитрий Щербинин. Опа. И вогнал. И все. Никаких вопросов. Подача Щербинина. Это тоже важный момент. Будько решил сам сыграть. Не получилось. Смельчение. Еще нужно. Лубурич. И не переграл. Дража. Нахотел аккуратненько. Блокирующего. С бачка. Мяч у Зенита при счете 20-17. В пользу Казани. Волков подает. А теперь уже Ильяс Куркаев первым темпом. Но как раз опровергает мои слова. А то Щербинин, то Куркаев блокирующие в действии. Блокирующие работают. У Локомотива. И забивают важные мячи. Пламен Константинов говорил перед этим турниром. Что как раз основное для команды было именно попадание. На шести. То есть задачу сделали. А это Эйс. А это Эйс. О, Борич. 20-19. Ну вот основное сделали. А теперь нужно делать другой уже шаг. А пока Владимир Олег наберет тайм-аут. Поскольку близко уже подобрался Локомотив. И болельщики. И болельщики. Конечно же. Водушевлены. Водушевлены у Локомотива. 19-20. Развязка близко. А нападать что Лобурич. Только что Эйс зашел. Как надо. Ну что Дражин. Задрожит ли Зенит? Мяч у Локомотива. Атака Лобурич. Нет. Не забил. Не забил. И руками. О, пол. Боет в отчаянии. Все как раз было сейчас. Для того, чтобы еще. Не его. Абаев удобненько давал. Лобурич. Продолжил бы свою серию на подаче. Но 21-19. По-прежнему с брейковым очком. Ведет Зенит. Будько подает. Заступил. Бывает и с опытными людьми такое. 20-е. Локомотив набирает. Родичев подает. Но сейчас. Нужно. На своей подаче набирать локомотиву. Мощно. Михайлов. И забил Максим. Когда ситуация казалась бы безнадежна. Всегда нужно подключать Михайлова. Максим решит проблему. Вышел пробег. И потащил. Родичев, поскольку казалось. И может, он мяч улетает. За пределы площадки. В результате забивает Дени. 22-20. Эрвин Гапет. Не попал. Вновь где-то рядом. Рядом Гапет. Но все равно не заходит у него мяч в площадку. Как ни пытайся. Замена. Появляется на подачу Тесевич. У Новосибирска. При счете 22-21 в пользу Казани. Опять же, повторюсь, подача очень-очень нужна и важна сейчас. В команде «Локомотив». «Локомотив». Но в сетку. 23-21. Вольвич. Все же Вольвич. Свермачевский не выходит на подачу. Да. Артем Вольвич. Сейчас риска не будет. А будет работа у сетки. Уже смягчение. Но достать мяч не получилось. И 22-е очко для «Локомотива». Забивает Савин. Подает у Новосибирска Абаев. Сравняет счет или будут матч-болы у «Зенита». Михайлов на «Бетнаша». «Бетнаш» не попал. А вот в ключевой, в нужный момент «Бетнаш» не попал. И сейчас ситуация была такой, что связку играл Михайлов. Но не забивает «Зенит». И таймаут вынужден брать Владимир Олегна. Для него второй заключительный в этом сете. «Локомотива». «Бетнаш» «Бетнаша» «Бетнаша» Конечно же, в пламенную речь и Константинов тоже произнес решающий момент четвертого сета 23-23. И Локомотиву нужно два мяча, чтобы в тайбрэк перейти, в Зениту два мяча, чтобы выиграть этот матч. И сетка. Сетка в результате первый матч-бол в этом матче у Зенита и подает Максим Михайлов. Максим Михайлов. Серия замен у одной и другой команды. Вместо Александра Будько. Номер 12-й. На площадку вышел Денис Зевчонок. 15-й номер. Еще один тайм-аут. Все-таки пламенем Константинов решил поговорить со своими. Как нужно справляться с подачей Михайлова. Ну а сейчас удалось наконец-то услышать, что страхуем, а играем в атаке как смело. Ну и потом речь Дмитрия Лызика. Вперед мужчины. Нужно сейчас, конечно же, защищаться. Локомотиву 24-23. Напряженнейший момент ключевой. Михайлов подает. Михайлов умеет. Подать ей сейчас нужна всего лишь одна для Зенита. Итак, Матим заряжает. Мартынюк вытаскивает. Лугурич. Ивович атакует. Ивович атакует. И... А счет становится 24-24. После отличных действий Марко. Еще раз давайте посмотрим, как Ивович против трех. Как он срезал. Красиво, аккуратненько мимо блокирующих. 24-24. Ивович тут же выходит подавать. Но опять же, достаточно спокойно, надежно. Беднаж по рукам пробивает. Второй раз. Бартыш не ошибается, исправляется. И сам же будет подавать. Поляк 25-24. Сейчас рассмотрим, как по рукам Бартыш зарядил. Бадыш и Беднажа. Мартынюк вновь вытаскивает. И дальше Родичев сравнивает. Еще 25-25. Продолжение у нас будет. Ну и сейчас кто кого. Граниров. Кто вытерпит? Кто сумеет? В нужный момент выиграть два подряд. Щербинин подает. От подачи тоже многое зависит. Как же Будьков приложится. Михайлов все сделали очень здорово. Еще рассмотрим. Гапет. Дальше Будько и Ликсон. Михайлов приложился здорово. Будько ему отдал. Все. Работала. Зенита. Воронков вместо Гапет появляется. А подача Волкова. А подача Волкова. Неплохая. Но Лугурич забил. Пока справляются и в приеме. Самое главное в атаке. Обе команды. 26-26. Капет вернулся. Воронков как раз таки был на один розыгрыш. Только лишь на игру в обороне. Лугурич. Его подача. На сей раз без Айса. Обе приняло. И не подняли. Подняли еще раз Мегапет. И все-таки забивают. Эрвин Мегапет не будет ли просматривать? Будет да. Берет просмотр пламенки. Константинов. Сумел ли или не сумел поднять мяч игрок Зенита. В этом эпизоде. Поскольку сразу же волейболисты Локомотива посчитали, что эпизод был достаточно спорным. Ну и сейчас будут наблюдать. Сопец с ним. Шанов и Кампания за тем, что собственно говоря происходило. Но дальше-то все было очень здорово. Зенитом организован. Мегапет забил. А вот подняли, не подняли. Это проверили. Нам пока не показывают. Пока что уже после. Когда решат судьи этот эпизод. 27-26 пользу Зенита. Или 27-26 пользу Локомотива. Каково решение? Придется самому. Да, придется спускаться. Камышникову впервые в этом матче ответственный эпизод. Конечно, нужно и главным арбитром слишком пройти и посмотреть. Своими глазами, что же там было. Поднял, не поднял. Владимир Олег нам смотрит наверх. Он как раз отображается в кубе, в трансляции. Мы ждем принятия решения, которое очень важно. И все, пошел судья на вышку. Но пока еще никто не знает, что же будет. Лоборич. Надежда. Итак. И касание пола было. Запрос удовлетворен. Поэтому Локомотив выходит вперед. 27-26. Не согласны с действиями арбитров. Зенитовцы. Но 27-26 в пользу Локомотива. И у них сет-бол. Сет-бол у Локомотива. Еще раз. Смотрим. Но здесь... Мы видим, как Михайлов вытаскивает мяч. Судья приняли решение. Оно уже не поменяется. Подает Лоборич. Гапет. И это... 28. Это будет видеопросмотр, да? Просмотр от Владимира Олега. Конечно, здесь никаких других решений быть и не могло. В любом случае уже успели порадоваться лобористу Локомотива. Но еще один. Было попадание в площадку или нет. Вот такое напряжение у нас на последних розыгрышах четвертого сета. Аут. Аут. Не было попадания в площадку. Конечно, запрос команды Зенитка. И у Зенитка запрос. Тоже удовлетворен. 27-27. Игра продолжается. Последние запросы команды берут абсолютно верно. Что у Локомотива, что у Зенита. Точные попадания. Подача Казанцев. Будько. И ВИЧ принял. Атака вроде чего мощная. Не сумел кратко здесь. Потащить в защите. И вновь сетбол зарабатывает Локомотив. Подача Родичева. Продолжение. Капец одной рукой. По традиции для себя красоту творит. И 28-28. Будет еще один видеопросмотр. Ассанья сетки будут проверять. И выносит в напряжение продолжается у нас в четвертой партии. Невозмутимый Гэрвин Гапет. Локомотив выигрывает. Локомотив выигрывает сет. Запрос удовлетворен. И было, было. Касание сетки. Таким образом, удается выиграть этот сет. Новосибирску 29-27. И впереди у нас пятая партия. Пятый сет впереди. Счет равный 2-2. Ну и давайте насладимся действиями волейболистов. Шикарный четвертый сет. Вообще, матч действительно соответствует финалу шести. И блестящие четыре партии удались командам. Напомню, 25-19, 25-23, 22-25, 27-29. Ну и сейчас таймбрейк до 15 очков. И нужно сразу же себя с первых розыгрышей одним и другим проявлять. Вот так вот локомотив чудесным образом в игру вернулся. Напомню, что именно с «Зенитом» локомотиву удалось в регулярке провести победный для себя матч. С остальными командами такого у Новосибирска не было. Поэтому, конечно же, они вгрызаются в четвертую партию в том числе. Ну и сейчас нужно уже до конца дело доводить одним и другим. Решающая пятая партия. Как говорил Пламен Константинов, это большой опыт для молодых игроков, в том числе для Константина Абаева. Ну и сегодня Абаев себя очень здорово проявляет. Отрабатывает в связке отлично, находя варианты. Варианты действительно у локомотива находятся. Плюс достаточно хорошая подача. Ну и эмоции. Эмоции, которые в третьем и четвертом сете у команды есть. И никуда они не делись. И лидеры, те же Ивович, Олуберич. Ну и давайте по очкам тоже пройдемся. Четвертый сет достаточно продолжительный. Он был 39 минут. Он длился. И Пламен Константинов разговаривает. Хорошее настроение у Абаева. Остальных ребят из ЛОКа, они уже, как минимум, постарались на словом. Но теперь пятая партия. Вот по очкам. Луберич, 27 и 6 эйсов. Ивович, 13. Куркаев, 10. Это локомотив. Михайлов, 21. Бэтнаж, 18. Опять Волков, 7. Это команда «Зенит». И пятый сет. Подает «Зенит» и делает это Будько. Пятая партия. Будько. Радичев. Забивает 1-0 пользу ЛОКа. Открывает счет «Новосибирская команда» в пятом сете. Щербинин. Опять. Мяч принял. Вывели «Бэтнажа». И 1-1. Гапец. Сегодня у него с подачи не все. Ладно. Много в сетку. Но на сей раз хорошая получилась. И сразу же организованный блок. Теперь одиночный. И вновь Вольвич и Бэннер спешили закрыть. Сверхуя. Пушку. Но она в действии. Лоборич. Магнам мяч в площадку. 2-1. Локомотив впереди. Но пока все это... Минимальное преимущество. Конечно, важно будет вырваться на 2 очка вперед. А в этом усеченном сете это очень важно. И подача Лоборича. Отвечает Михайлов. Своей красивой диагонали. Как он умеет. Корой зоны аккуратно. И вот он. Концентрированный, собранный взгляд. Микайлова. Абаев смотрит, какую ему сделать выбор сейчас. Когда будет атаковать уже его команда. И вот он Абаев. Конечно, на Лоборич. Естественно. Идеальная связка. И Дражин отправляет мяч точно в цель. Еще раз смотрим. Подача Лукмотива. Родичев. Хорошая работа на блоке. Сразу же Абаев побежал к пламену Константинову. Принял поздравления. Не сработал. Первый темп у Зенита. Волкова зачехлили. И... Вот они эмоции Абаева. Действительно, очень важный для него турнир. Этот первый матч, в котором не все складывалось для Лукмотива. Здорово. Но Ивович потащил. Дальше Абаев переводит. Все-таки Зенит забивает. Михайлов сокращает отставание в счете. Но все же для Лукмотива складывалось не все. Здорово в этом матче. 0-2 проигрывали. Дальше было тяжело. Но смогли. Смогли в игру вернуться. И ситуацию не исправить. Здесь Михайлов подает. А здесь была атака. Которая не прошла уже у Куркаева. Михайлов продолжит. 4-4 счет. Равно. Ивович принимает. Дальше Абаев его же выводит. Капец. И никто не закрывает. Куркаева принимает. Мяч достаточно спокойный. Ивович отправляет его точно на половину площадки. Зенита. И вот уже 5-4 вновь. Лукмотив идет. Сам же блокирующий. И отправляется подавать Илья Скуркаль. Опять Будько. Бэднаш. Давненько не было точных попаданий от Барташа. Немножко снизил он активность. Ну и Будько тоже не так часто находит Бэтнаш. Но здесь есть вариант, конечно же, и Михайлов, и тот же Нгапет. Или Волков. Опять же. Несколько вариаций для атаки у связующего Зенита имеется. Бэтнаш мощно подает. Муртонюк справляется. И дальше Ивович успел. Курков. Капец. Пробивает. Но по рукам не попадает. Эрвин. И мимо площадки. Мяч улетает. 6-5. Пользуя Лукомотива. Однажды уже повели в два мяча Новосибирцы. Но удалось этот брейковый мяч отыграть Зениту. Сейчас 6-5. Впереди Лукомотив. Подача. Абаева. Остается мяч у Луком. Лугурич. Лугурич. И 7-5. Абаев, конечно, в огне. Он сейчас максимально полезен везде. Блестящие его действия. Да, можно, конечно же, наслаждаться и Крой Лугурича, который вколачивает сегодня уверенно. И подает. И в атаке везде. Хороший Ивович, который тоже в моменты важные включается. Это все хороши. Но вот отдельно, наверное, бы выделил именно Абаева. Благодаря его умелым действиям во многом. Получаются эти самые атаки у Лукомотива. Волков забивает. Конечно же, Зенит сдаваться не будет. И очередной напряженный пятисетовик для команды Владимира Олега. Только, кстати, недавно было сражение в Польше в полуфинале Лиги Чемпионов. Ну, там был золотой сет, конечно же. Но здесь, чем не золотой, тоже очень важно выиграть, конечно. В первой игре работа. Щербинин 8-6. На два мяча передел. Лукомотив смена. Второй сейчас происходит. Менеется команда по регламенту. Как раз по достижению 8 очков. И продолжит, продолжит подавать Лукомотив Ивович. 8-6 его команда впереди. Ошибка. Был завтоп при подаче. Но сейчас болельщики выиграл Луком. Как раз вместе с композиции затянули. 8-7. Зениту нужна подача своя. А пока Лукомотив надежно завершает атаку. 9-7. Смотрим, как Абаев элегантный. Опять же, несколько вариаций есть. И на Щербинина сделать первый темп. Возможно, он выбирает, конечно, не часто Лубырыча. А тот отвечает взаимностью. Михайлов. Максим Михайлов. 8-9. Все рядом. Все близко. И невероятное напряжение. Отличный матч. Мы с вами смотрим. Зенит Казань. Лукомотив Новосибирск. Это финал шести в Суперлиге. Напомню, первая всего лишь игра. А их предстоит аж целых 11. Так что наслаждаемся большим мужским волейболом, который проходит в Москве. Если есть у вас такая возможность, то, конечно же, приходите на улицу Василисы Кожаной. Наблюдайте все воочию. Ну, а если нет, то наблюдайте на телеканале 100. Трансляцию в обязательном порядке. Поначалу Лубырыча. Сетку. Не удалось ему очередной эйс нащупать. Но 10-9. Лукомотив в счете видел. Сурмачевский. Сурмачевский в тайбрейке тоже постарался подать. Но пока лишь один выход из четырех был действительно толковым. У Сурмачевского аж два эйс подряд он организовал. Смотрим за этой подачей. Лубырыч. Еще атака. Забивают Родичев. 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 11-9. Впереди новосибирская команда. Возвращается Вольвич. Понятное дело. Появился Савин у Лукомотива. Родичев подает. Все-таки мяч смягчился. И первый темп сработал у Зенита. Волков. 10-11. Тигранеров продолжается. Максим Михайлов. Вот она надежда Зенита подает. Азинитон на своей подачи в обязательном порядке. Нужны очки. Но мяч перелетает площадку. И это 12-й балл для Лукомотива. 12-10. Новосибирск ведет. Игорь Тисевич подает. Он вышел. Тоже несколько раз использовал эту опцию плавен Константинов. Игорь Тисевич. Возможно и рискнуть. Можно, да? Сейчас Лукомотиву как раз удастся в три мяча повезти здорово. Работа блока неплохая. И забил Будько. Забил Будько. Слезующий Зенита. 11-12. Решил двинуть. Попал Лоборыч. Как раз выбил его. Из игры. Беднаш подает. Бартыш, Беднаш. Родичев. И вновь Лоборыча выводит. Абаев. Идеально. И второй. Заходит у Лоборыча. Сейчас практически как у Михайлова. Без ошибок. Работают лидеры обеих команд. Абаев подает. Михайлов. Ну и вот, пожалуйста, как я и говорил, Максим Михайлов тоже точен. Но если так и будет, то, опять же, брейк в этой очко есть у Локомотива. Что пока Новосибирск все это устраивает. А вот команда Владимира Олега нет. На площадку разорвался Марка Илович. 14 номер. Илович вернулся. Подает Волков. Илович как раз-таки мяч принял. Приступая 0-2. Илович принимает. Кого выведут? Конечно же, Михайлова. Михайлов делает блок-аут. 13-14. Но сейчас нужно в обязательном порядке... Баранков выйдет. Баранков выйдет. На замену месту Гапета. И в обязательном порядке нужно... Выиграть мяч Зениту. Тайм-аут пламя Константинович взял. Это уж пятый сэр. Чуть-чуть осталось. Давай, мужики. 32 набранных очка у Луберича. 32. Блестящие показатели. Остальные тоже. Илович 13. Куркаев 11. Родичев 10. Все работают на команду. Да, один лидер есть. Но остальные блестяще действуют. Михайлов 27. Немного хуже. И Зенит чуть-чуть хуже. Да, Локомотив выигрывает. Луберич ставит точку. Жирнющую точку в этой встрече. 15-13. Но это брейки. И это 33-е очко Дражина Луберича. Довольный пламен Константинов. Блестящая работа новосибирской команды. В этом матче проиграли первые два сета. 19-25, 23-25. Но дальше выиграли. 25-22, 29-27. 15-13. Выиграли матч. Довольные болельщики. И спасибо за эту встречу обеим командам. Спасибо вам, что смотрели. Для вас комментировал Дмитрий Лосев. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...